Культпоход Мы по телефону прямого эфира принимаем ваши ответы на наши и гостей вопросы. Представляем гостей. Дмитрий Потемкин, директор по развитию кинотеатра Колизей. Дмитрий пригласил нас на пресс-показ фильма «Китобой», о котором мы поговорим, выдадим какое-то экспертное мнение свое. И один из зрителей этого показа, также журналист, продюсер и специалист, знаток массовой культуры Игорь Ширяев. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Пресс-показ был во вторник, насколько я помню, 6-го числа. А показ для обычных зрителей когда? С какой даты? Ну, он уже начался, это 8 октября, традиционно, в четверг. Со вчерашнего дня «Китобой» можно посмотреть всем, а не только журналистам. Можно немножечко попросить Дмитрия проанонсировать, рассказать немного, что это за фильм. Уже имели возможность посмотреть его журналисты, блогеры, друзья кинотеатра Колизей. А можно какую-то вот сюжетную небольшую линию предысторию, Дима, да. А я бы потом хотела, ну, все-таки, посмотрев этот фильм, да, какую-то оценку ему уже дать. Потому что у меня очень много вопросов к этому фильму. Фильму, который заявлен как фестивальный, да, фильм, который, ну, сложно отнести, наверное, к какому-то массовому кинематографу. Вот, вы немножко расскажите тогда, пожалуйста, про этот фильм. Да, значит, «Китобой» — это «Триумфатор минувшего кинотавра». Это фильм, скорее всего, наверное, такой художественно-документальный, отчасти, по крайней мере, если смотреть его, ну, видеть, смотреть картинку, да. Он рассказывает, по сути дела, историю чукотского молодого китобоя Лёшки о его первой любви. Первую любовь там играет Кристина Асмос, соответственно, это вебкам-модель. Не совсем он понимает, что это и как, потому что на Чукотку вот-вот пришёл интернет, и всех он заинтересовал этот интернет. Если это говорить о начале какого-то фильма, далее это некое род-муви, к которому мы привыкли, типа, там, как Витька Чеснок вёз Лёшки, что я в дом инвалидов и так далее. То есть это род-муви, интересное, яркое. Это не мощный какой-то арт-хаус, это кино, в принципе, для массового зрителя. Ну, во-первых, надо пояснить, что такое вебкам-модель. Ну, вебкам-модель, наверное, известно всем это, да. В интернете есть некие сайты, на которые заходят молодые люди или девушки, или, не знаю, там, в Штатах, всякие варианты ещё бывают, да. Вот, соответственно. Мы помним о законе о защите детей от вредной информации. Скажем так, это... 18 плюс сейчас, вот то, что мы озвучиваем. Эротика, там, в реале, либо, там, ну, порно за большие деньги. Девушка раздевается перед камерой. Да, да, соответственно, да. Так, ага. Ну вот, смотрите, мы с Игорем, с Димой посмотрели уже этот фильм. У меня очень много вопросов к нему. Во-первых, мне ужасно нравится, что там заявлены довольно важные такие социальные проблемы, да. То есть вот уже озвучена тема работницы вебкам-модели, да. То есть, ну, это, можно сказать, что какой-то определённый социальный крен, да, в сторону какой-то профессии женщины. Женщины, можно сказать, объективированы. Второй вопрос, который у меня сразу возникает, это вопрос малых народов, да. Ну, таких миноритариев, жителей Чукотки, которые живут, ну, можно сказать, в каких-то, с нашей точки зрения, да, очень страшных условиях, да, бытовых условиях. И всё это на фоне каких-то потрясающих видов края чукотского. И третий очень-очень мощный, как мне кажется, момент, который там обозначен в этом фильме, это, конечно же, экологический момент. Тот промысел, которым занимаются жители Чукотки, как они... Китовой линии. Да, как они убивают животное. Это документальные съёмки. Там есть такой кадр, когда вот эти ребята-подростки резвятся в океане, и там плавают кишки этого убитого. И ты понимаешь, что эти вопросы там есть, они обозначены, но там нет никакой авторской позиции. Я не говорю, что автор, там, режиссёр или кто-то должен вставать на Катурны и высказывать какую-то морально-нравственную свою оценку происходящего. Он просто даёт абсолютно в такой документальной манере то, что происходит. Да, он как антрополог, как этнограф, который прожил там какое-то время, он выдаёт какую-то информацию о том, что там происходило. Вот. И там достаточно много таких тем, но меня смущает, что все они идут неким фоном, неким каким-то задником к вот этой истории, которую рассказал сейчас Дима. По сути, это какая-то анекдотическая история, анекдот про Чукчу мальчика, который там, ничего не понимаю, влюбился в девушку из Петройта. Вы сказали, что девушка-то, да, она же американка. Да, да, да. Дорога-то в Америку получается. Дорога в Америку. На Чукотке. На Чукотке, да. Вот. И вот такой чукотский мальчик наивный пытается туда пробраться. То есть такая вот анекдотическая ситуация. Я понимаю, что это не обязательно всё должно было быть со звериной серьёзностью, да, но вот какая-то ирония, постирония, постмодернистская ирония, она, может быть, была бы более уместной здесь, чем вот такая очень простая, какая-то лёгкая, насмешливая, я бы даже сказала, история. Поэтому у меня очень много вопросов к этому фильму, особенно к финалу, но сейчас мы не будем спойлерить, как это происходит. Там есть вот то, что мне понравилось, ребят, не знаю, поспорите, может быть, со мной или нет, там есть очень классный момент с нечеловеческими субъектами, то есть технические средства, которые там присутствуют, яхта, там тот же интернет, мотороллер, они всё время ломаются вот у этих героев и своей поломкой вызывают какие-то другие сюжетные линии, да, то есть ребята... То есть они такие, получается, крючочки такие, да? Не только крючочки, они, ну, как акторы, да, они запускают совсем другое сюжетную линию. Поворот, да, то есть мальчишки, например, едут в соседнюю деревню там познакомиться с девушкой, там большое количество километров, мотороллер ломается, и, ну, их мечта не осуществляется, но зато возникает какой-то очень дружеский, тёплый там разговор у них, точно так же там... Которого бы не случилось, если бы мотороллер не сломался. Да-да-да, то же самое, когда вот этот главный герой отправляется в своё путешествие в Америку, посреди дороги у него, естественно, ломается эта яхта, на которую он отправляется, и сюжетная линия поворачивается совсем в другую сторону, в какую-то мифологическую, ритуальную, и там уже от документальности остаётся очень мало. Там очень классный слой, который мне тоже, опять же, очень нравится. Это такое вот мифическое сознание героев, может быть, народов, да, там возникают различные ритуалы, образы какие-то, очень красиво снятые какие-то, скульптуры, ну, которых, может быть, на самом деле нет. Там есть очень хорошие вот эти вот вещи. Это то, что мне понравилось. По поводу техники ломающейся, получается, каждый раз бог в машине ломает волю главных героев, да, то есть их волевой поступок, их желание чего-то достичь, он как бы ломается при помощи механизма. Мы сейчас уже в античный театр погружаемся. Тут Гуля говорила про катурный кипиков в машине у нас. Нет, на самом деле это связаны вещи, и действительно, акторность вот этих вот технических объектов, да, она на самом деле очень важна. То есть незамечаемость обычно, ну, вот у нас работают микрофоны, у нас работает, скажем, техника вся сейчас, да, мы не обращаем внимания на неё, как только что-то сломается, у нас сразу же возникает другой режим вовлечённости, другой сценарий. Вот, мы привыкли относиться как к посредникам, но здесь, в этом фильме, что мне нравится, что к ним относятся уже не как к посредникам, да, а как к активным каким-то героям. Вот, может быть, я так вижу, потому что, ну, мне этот момент очень понравился. Вот эта история с тем, что вот мы сейчас разбираем, да, так глубоко, я так понимаю, что ведь это, ну, не на поверхности лежит, то есть об этом задуматься надо, да? Или это видно, или можно этот фильм воспринимать просто как историю? Почему? Потому что это, это не глубокий арт-хаус, это не, там, не такой ужас, как Левиафан, там, или что-то ещё, это обычный, это обычный простой фильм о молодом человеке, который, там, потихонечку становится мужчиной, да, о его, о дружбе, о лете, там, ну, там, лето, оно, конечно, такое сомнительное, но, тем не менее, это лето. На самом деле, это обычный фильм, вот, ну, к которому мы привыкли, там, может быть, в детстве даже смотрели фильм про лето, как там люди дружат, так далее, и тому подобное, то есть это глубоких смыслов вытаскивать там где-то не надо, он лежит на поверхности. Тут почему, собственно говоря, и если вспомнить режиссёра Филиппа Юрьева, который получил приз на Кинотавре за лучшую режиссуру, да, он вот как раз, Гульнара начала об этом говорить, занимает в фильме данную позицию просто наблюдателя, то есть он как документалист будто бы снимает то, что происходит, и это очень выглядит естественно, поэтому и глубокого смысла там, может быть, и не стоит искать, ну, то есть стоит обязательно искать, но, в принципе, любой зритель его посмотрит как нормальный, хороший фильм с красивыми видами, с красивыми пейзажами, с понятной абсолютно историей, с очень классно играющим парнем, для которого это тоже какой-то дебют, то есть понять, я даже в какой-то момент не понимаю, может, его правда там побили, потому что вроде он так и выглядит. Возрастное ограничение у фильма 18 плюс или младше? 16 плюс, поэтому, в принципе, с родителями, без родителей на этот фильм можно пойти, если тебе 16 лет, вполне. Ну, вот единственная ремарка моя, субъективная, я так посмотрел трейлер к этому фильму, вот честно, зрителям лучше его не смотреть перед просмотром фильма. Трейлер именно? Да, потому что трейлер, он такой, он немножко лукавит, потому что он в целом демонстрирует вам, он готовит зрителя к тому, что он увидит лёгкую комедию, снятую в таких довольно любопытных декорациях, значит, Крайнего Севера. Всё-таки я бы китобоя комедией не назвал, и почему я обращаю на это внимание, мы в зале, когда были, смотрели, очень часто зрительный зал на какие-то моменты, происходящие на экране, они пытались реагировать лёгким смехом, считая, что это какой-то лёгкий гэг случился, или какой-то панч, какая-то юмористическая зарисовка, но её там не было. То есть там люди выдавливали из себя лёгкие смешки, потом как-то так и понимали, что... Сдирались и понимали, что зря они смеялись. А здесь вроде как и не надо было, да. Но в целом фильм обласком, критикой, вот надо отдать должное, прям все как один, значит, отдают автору этого фильма, там, его дебюту, большие тёплые слова. Но я честно скажу, вот опять-таки моё субъективное и персональное, да, то есть я не был сильно в восторге, возможно, из-за того, что жанр довольно специфический для человека, ну, то есть для обывателя. Мне кажется, что вот, как Дима говорит, это вот обычные фильмы, которые там про лето, да, там про жизнь, про... Не согласны. Не соглашусь. Всё-таки вот эта вот история про художественное смешение документальных фильмов, да, и там какого-то художественного сюжета, и какой-то истории, да, придуманной, и там реальных людей в эту историю запихнули, мне кажется, она не везде на самом деле срабатывает. То есть там вот эта вот химия смешения документального и художественного, она не всегда срабатывает. Но это вот моё частное мнение. Соответственно, опять-таки зрители могут сходить, посмотреть, проверить на себе. Составить своё. То есть я была крайне удивлена. Гуль, ну, они все настолько погружены в тему сценарную, там, да, и культурологическую, как ты. Ну, я же не могу, и ангажирована этой оптикой, я не могу от неё отказаться. Понятно. Просто я... Но я, опять же, не соглашусь с тем, что это действительно какая-то очень простая, лёгкая история. То есть если ты приходишь с желанием посмотреть, увидеть эту историю, ты её увидишь, да, действительно, она какая-то ведущая там линия, да. Но если ты захочешь, опять же, куда-то погрузиться, может быть, поглубже, то если есть у тебя желание увидеть какой-то, ну, не артхаусный фильм, но не сказать, что прям вот совсем массовая масса. Ну, то есть второй слой тоже можно увидеть. И второй, и третий, и четвёртый, да, 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 да. Я бы хотела, конечно, ещё какой-то большей обозначенности, там, какой-то политической позиции, но её там нет просто. Её там нет, к сожалению. Я вот только не знаю, как он собрался. Я не смотрела просто фильм, да, мне интересно сейчас. Вот там правда. Я скажу обязательно, да. Интересно, как он собрался вообще границу-то пересекать на яхте? Берингов пролив, это, в общем, не очень далеко. Да, я понимаю, да, но всё равно же там, наверное, какая-то есть вот зона, которая разделяет государство, нет? Открой страшную тайну, в море нельзя стенку поставить. Да, верю. То есть вот даже Дональд Трамп не справится с этой зоной. Там не ходят пограничные корабли, которые стреляют по яхтам влюблённых молодых китобоев, нет такого. Боюсь, что с той и другой стороны слишком мало населения, чтобы... А, ну некому просто, да. Руки не доходят. И, скорее всего, даже очень похожи на берега, поэтому особо ничем они там не отличаются. Ну, там в фильме есть ответы на твои вопросы и про пограничников, и про браконьеров, которые там становятся какими-то мифическими существами. И там очень всё интересно в этом плане. Так что обязательно сходи, посмотри, и, уважаемые слушатели, тоже приходите, ответьте на мои вопросы. В общем, каждый найдёт то, что хочет. Кто хочет посмотреть лёгкую историю, увидит. Безусловно, есть финал у фильма, который вполне себе однозначный. Мы его не спойлерим. Но мы увидели абсолютно разные финалы. Да, это точно. То есть, так что абсолютно спокойно любой человек может найти что-то своё, что-то интересное в этом кинофильме. Я тут дополню даже, потому что мы общались потом с несколькими людьми, кто был на предпоказе. У людей, у некоторых мнение о фильме диаметрально поменялось на следующие сутки. То есть, всё-таки есть о чём подумать, да, есть что-то осознать. И вот у кого был прям такой негатив, потому что им показалось, что какая-то чернуха, да, там убивают китов где-то. Это есть, потому что, ну, это естественная жизнь, да. Кому-то не понравилось, что там какая-то некая есть разруха, да, в домах, там, да. Потом до них доходит, что, в принципе, там почти одно мужское население. Понятно, что, может быть, занимаясь там китобойством, они там, ну, немножко добытые руки не доходят. Но если приглядеться, там у всех есть квадроциклы, у всех есть ноутбуки, у всех есть там моторы Меркури. То есть, в принципе, жизнь-то у них всё хорошо. Такая мелкая, как шёлковая штора им не нужна. Да, это, наверное, такая мелочь. Мелочь в таком суровом мужском, может быть, даже и коллективе, ну, обществе. Я только одно спрошу про финал. Это открытый финал или закрытый? То есть, история заканчивается или она будет продолжаться? Он, мне кажется, закрытый в том плане, что история не имеет, мне кажется, там продолжение. Там достаточно однозначный вывод делал этот герой. Вот, но в плане интерпретации он открытый, да. То есть, там всё снято таким образом, что ты, у тебя нет чёткого понимания, что же на самом деле произошло. Да, то есть, вполне возможно, что мальчик в этом путешествии погиб, это всё его галлюцинация. Но на самом деле это счастливый прям финал. И он возвращается, так, как бы тут, как бы тут ни последнее. Куда-то в спойлеры уходят. Да, да, да. Ну, то есть, он попадает... Счастливый финал. Да, да, да. К своему какому-то... На самом деле, счастливый финал. На этому точку последнее. К счастью приходит, да. Хорошо. Так, 16 плюс возрастное ограничение. Со вчерашнего дня фильм доступен для зрителей. Сколько показов, Дмитрий? Ну, мы обычно какое-то такое редкое кино ставим, может быть, один сеанс там в день. Потому что там у нас же кругом всякие блокбастеры и всё остальное. Вот сейчас тот момент, когда есть возможность людям посмотреть в любое время. Выбрать удобное для себя. Есть и утренний прайм, есть такой вечерний, чтобы был недорогой билет, но ты успел на него попасть, на этот фильм. Естественно, есть вечерний сеанс, вот на котором вчера там, ну, было прилично. Намного больше, чем на Гудбай Америка и на все премьеры, которые у нас выходят. Прокат вот со вчерашнего числа. Да, мы напоминаем, конечно же, про меры безопасности, да. Мы должны это сделать, мы всегда это говорим. О том, что если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, в кино не ходите пока. Ни в коем случае. Пожалуйста, возьмите с собой маску. Если кто-то носит с собой санитайзер, берите санитайзеры. Ну, и вот эта традиционная история с рассадкой через кресло, да. Если вы идёте один, например, а не компанией, то вас не посадят рядом с кем-то незнакомым. С другом не посадят, это контролирует программа, поэтому всё это написано заранее, было на всякий случай, все программы, и поэтому тут рядом с каким-то незнакомым человеком вы однозначно не сядете. Ну, если сильно боитесь, наверное, вот тут на утренний сеанс проще, наверное, прийти. Да, всё в девять, в один часов там есть китобой, всё, пришли в один с утра, там, на зал на 70 человек сяли втроём, в четвером спокойно посмотрели. Никакой коронавирус вам не страшен в этом плане? Да, все санитайзеры есть на входе у каждого кинозала, поэтому тут никаких проблем нет. Ну, вот у меня в связи с этим тоже вопрос и к Игорю, и к Диме о том, как вообще у нас в этих условиях сейчас кинематограф развивается, выживает, умирает, что вообще сейчас происходит и на российском кинорынке, да, и, может быть, в мировом, в связи со всем нашим чудесным годом коронавирусным. Что можете рассказать? Ну, давайте я начну. Здесь ситуация в мире примерно вся одинаковая у всех, да, соответственно, все страны, которые зависят от американских блокбастеров, в том числе и наша страна, естественно, испытывают некий дефицит этого, да, то есть мы получили в сентябре довод, мы получили Мулана, и на этом, в принципе, блокбастер у нас, наверное, в этом году вообще, в принципе, закончится. То есть придерживают, получается, да, выхода всего? Все студии переносят на лучшие времена, почему? Потому что все-таки американский рынок – это очень важный рынок, и так как сейчас кинотеатры крупнейшие в Нью-Йорке, в Калифорнии, закрыты, а это там 40% рынка США, соответственно, студиям невыгодно выпускать эти фильмы, закрыты в Великобритании кинотеатры, в России там есть ограничения. То есть сборов не будет, да? В последние, там, 20 лет только Китай. Китай успешно перенес, там, пандемию, 6 месяцев, там, 5 месяцев не работали кинотеатры, и когда они открылись, у них, конечно, была запаска американского контента, они его выпустили, а потом они начали выпускать свои национальные фильмы, которые были сняты, но которые не вышли, там, в Новый год китайский, там, в феврале, да, и так далее, и тому подобное. И реакция в Китае была просто фантастической, то есть фильмы собирают сотни миллионов долларов. Люди стоят, там, в очереди в кинотеатрах, учитывая, что по количеству кинозалов, там, Китай превышает американский рынок, там, около, там, 60 тысяч кинозалов, да? Для примера, там, в России их 2 тысячи, да? Вот, около 60 тысяч, соответственно, сборы просто огромные, идут на все фильмы, идут на фантастику, потому что китайцы научились снимать фантастику, в отличие от нас. Мы так и не научились за 20 лет ее снимать, не получается у нас никак. То ли бюджет мал, то ли бюджет не доходит где-то в какой-то момент. Мы просто в этом живем, Дмитрий. Нам это неинтересно. Есть примеры, там, последнего богатыря, там, с мощной графикой, еще с чем-то, но это редкость, скорее всего, да? Вот, китайцы научились очень мощно снимать, ну, и раньше снимали вот такие комедии, к которым мы тоже в России привыкли. Это очень популярный, там, жанр, да? И хорошо идет патриотическое кино, вот после пандемии особенно, да? То есть там фильмы и про Вторую мировую войну, и про какие-то локальные конфликты китайские. Люди идут, смотрят это кино у Китая, и у китайских кинотеатров, и у китайской индустрии нет проблем. Это в Китае? Да. Что, значит, происходит у нас? Вот сейчас вот тот шанс, наверное, да, российского кинематографа, когда показать, может он что-то или нет. Вот как мы тут вспоминали про Мединского, да, которому что-то все время мешало. Ты взял такие. Да, я вспомнил, почему ему мешало. Ему все время мешал Марвел, ему мешали Звездные войны и так далее и тому подобное. Да, он себе говорил, давай, чтобы мы их... Отодвигались там фильмы, чтобы поставить российский фильм, на который все равно никто не приходил. Но, тем не менее, вот это делалось. Вот сейчас, пожалуйста, Мединский, правда, сейчас не министр, но, тем не менее, пожалуйста, вот сейчас поле огромное. Показывайте фильмы, показывайте редкие фильмы, показывайте блокбастеры. Это вот сейчас. И сейчас зрители... А индустрия-то пользуется этим сейчас, вот эти моменты? А вот отчасти, отчасти, потому что, если мы возьмем там Стрельцова, да, там, то национальная медиагруппа его выпустила, прокатчик Central Partnership, они выпустили его. Это дорогой фильм. Естественно, они его не окупят в прокате, но, видимо, такое решение волевое было, значит, все-таки фильм выпустить, показать зрителю. Зритель пришел, нельзя говорить, что зритель не пришел. Ну, он пришел в недостаточном количестве, в котором мог бы, там, прийти в апреле, когда был запланирован изначально фильм. Есть часть фильмов, например, фильм Данилы Козловского, там, Чернобыль, его перенесли на апрель. Непонятна, правда, причина, то есть, либо фильм еще не готов, либо все-таки они боятся. Я думаю, что годовщине, наверное, Чернобыльской аварии, может быть, приурочили. Либо они, ну, он, в принципе, и должен был выйти в прошлом году, тоже в апреле. Вот. Поэтому часть российских блокбастеров тоже передвигаются. Но, опять же, ситуация какая? На весь декабрь и на ноябрь блокбастеры российские все остаются. То есть, мы в любом случае увидим, там, перед Новым годом фильм «Огонь», который, там, главный фильм с Хабенским, да, в этом году. Мы увидим «Последний богатырь», вторую часть. Это вот как раз пример качественной, там, фантастики с хорошими спецэффектами, да, вот. Мы увидим «Серебряные коньки», это такая а-ля история Аладдина в российских условиях, да, конца 19-го века, да. И еще ряд, наверное, фильмов, которые, вот, ну, прям, такие блокбастеры, которые остаются на декабрь. Сейчас мы смотрим тоже комедии, мы смотрим, ну, это говорится про российское кино, и смотрим вот такие фильмы, как «Китобой», которые бы, скорее всего, в мирное время не добрались бы до экранов, и массово зритель его бы не смог посмотреть. Ну, вот, я думаю... То есть, надо сказать спасибо коронавирусу за это. Ну, отчасти, да, спасибо коронавирусу, да. За то, что «Китобой» у нас на широком экране. Понятно, что мы там миллионов на нем не заработаем, да, как и прокатчик, но зато мы сможем показать людям действительно какое-то качественное кино. — Дим, а у меня вопрос, вот какой. Премьер Нового года, то есть, декабрь, январь 19-го, 20-го года, вышло три фильма, да, под Новый год, которые друг с дружкой прям бились изо всех сил, да, то есть, первый канал выпустил про декабристов. — Вот кто не помнит, как он называется, даже я... Мне даже лень гуглить было. Второй фильм — это продолжение, соответственно, истории Бондарчука с поддержкой телеканала России. И третий, никем не поддерживаемый медийно, Холоп, который взял и... Ну, да, это СТС Медиа, если мне изменяет память. — Это вообще национальная медиагруппа, это огромная поддержка со стороны как бы Газпром Медиа, я думаю, что там... — Да, но Холоп — это уникальный фильм, который собрал все деньги, которые можно было собрать вот в России за всю историю кинематографа, в принципе. — Хотя мои знакомые его очень ругали, в моей ленте, в Фейсбуке. — Смотри, вопрос даже сейчас не про субъективное восприятие и того, что происходило на экране. — А про деньги. — Вопрос про деньги, да. Он собрал на настоящий момент уже почти 3 миллиарда, да? — Вам больше. — Даже больше. — Я перебью, мы показывали с 24 декабря до прямо вот до начала пандемии его. — До конца февраля. — Мы смело до мая мы могли его показывать, потому что... — И люди шли. — И люди шли. Причем это оставался не один сеанс, это 2-3 сеанса стояло в день. — То есть, смотрите, у нас, значит, получается чисто жанрово, да? То есть вот... Так, мы продолжим разговор. — Вам показывают, что у нас реклама. Я хотела дать возможность закончить вопрос, но ладно, мы после. — После рекламы. — Да, Игорь, продолжай. — Хорошо. Культ-поход. — Программа «Культ-поход» продолжается, Игорь Ширяев продолжает попрошать вопрос, на котором мы его прервали. — Да, вопрос вот какой. То есть по жанру плюс-минус понятно, да? То есть фильм Бондарчука – это красиво, дорого, богато, честно, неплохо снято, с изрядным количеством хороших русских актеров, и история, в общем, не самая тривиальная. То есть вполне себе хороший фантастический блокбастер. Это одна история. — Это как раз пример того, что вот это можно делать спецэффекты в России. — Да, да. И причём там я читал, они, нет, они там не попилили деньги, то есть там вполне себе бюджеты похожи на правду, именно на то, чтобы нарисовать вот всё вот это вот великолепие, которое они нарисовали. Значит, вот это вот фильм про декабристов, который мы старательно не хотим узнавать, как же он называется. — Надо кому-то погуглить. — Да. — Ну, я сейчас это сделаю, конечно. — То есть вот это по трейлеру вполне себе любопытная история. Более того, первый раз, когда я её увидел, я такой подумал, боже мой, неужели Константин Эрнст решил тут во фронду удариться? — Союз спасения он называл. — Да, декабристов вспомнил. — А потом, когда начал разбираться, что там понаснимали, это, в общем, там, ну, как бы, ладно, это мои субъективные восприятия. И вот есть третья история довольно, ну, не то чтобы на коленке, но неплохо снята, бодренько, да, про вот мальчика-мажора, которого воспитывали путём розык, значит, и отправки в прошлое. Почему это сработало так, что собрало все мыслимые и немыслимые деньги в истории российского кинематографа? — Ну, смотрите, Новый год традиционно это тот, ну, самый посещаемый, это, понятно, самое посещаемое время в кинотеатрах, и в это время приходят люди, которые, может быть, за весь год ни разу в кино не ходили. И чем проще и понятней будет история для них, тем, скорее всего, фильм будет более кассовым. Вот холоп попал максимально, максимально на всю широкую аудиторию, платёжеспособную, не платёжеспособную, про то, как мальчика-мажора наказывают. И это смешно. Это смешно каждому, кто туда пришёл, потому что юмор понятный, стопроцентный, и это, как бы, ну, людей сподвигает пойти в кино. То есть вот мы, это причём не наговор и про большие города, вот мы общались с кинотеатром в Яранске, да, и, ну, реально, то есть там люди точно так же мощно шли на фильм, потому что им было понятно, о чём он. Вот фильм про декабристов, непонятно о чём он, да, «Вторжение» вроде бы понятно, но тоже вроде бы уже вторая серия и всё такое, а вот «Холоп» — это максимально понятный фильм. То есть вот, соответственно, единственный ответ русского кинематографу всему, всему супротивному, так сказать, да, это снимать максимально простые комедии? Ну, смеяться над собой, наверное. Ну, над ситуацией, которая происходит, наверное. Ну, тогда почему Сарик Андресян не является лучшим режиссёром нашей страны, человек, который... Не до конца понимает русский юмор, наверное, да? Не знаю, мне кажется, история про «Холопа» — это ещё история про то, что богатых не любят, да, вот это вот... Ну, да, да, это вот про это речь, конечно, конечно. Да, потому что мальчики-мажоры, они, ну, в некотором смысле, наверное, поддостали всех. Ведь там всё равно все смотрели, тут можно спорить, да, то есть он ведь в этот момент «Холоп» понимает только тогда, когда богатого точно так же наказывают, как его, ну, то есть он видит, да, там, сына, там, вот этого, не купесного, кто там, какой-то дворянин, боярин там местный, да, то есть его сына точно так же наказывают, и вот только в этот момент происходит какое-то, да, катарсиста у него. Ну, мы надеемся, что происходит катарсиста. Мы увидим во второй серии, мне кажется, тут в любом случае будут продолжения, это как бы деньги и вещи. Ещё один короткий вопрос, дамы. Очень быстро. Да, очень быстро. Хороший вопрос, отличный вопрос. А вы вообще как кинотеатр, как бизнес выживете? Ну, мы, наверное, выживем. Ну, то есть история очень простая. За полгода пандемии, плюс-минус домашнего сидения, большая часть людей научилась пользоваться не только торрентами, да, но и Нетфликсом, Окко, Амедиатекой и бесконечным количеством других сетевых кинотеатров, стриминговых сервисов и всего остального. И, более того, пример с премьерой Муллана внутри Disney+, да, то есть когда они параллельно с кинотеатрами выпустили его у себя на стриминговом сервисе и заработали больше, потому что они заработали там 300 миллионов, да, плюс-минус, ну, как бы показывает то, что люди, кто хочет ходить в кино, у которого есть деньги, ну, в конце концов, ему проще нажать две кнопки на пульте у себя дома и получить премьеру. Как вы собираетесь конкурировать вообще с такой возможностью? Вот смотрите, здесь, наверное, момент тот же самый, когда там, да, появилось кино и говорили, что театр умрет, и так далее. Тут то же самое. И протеледни говорили, что кино умрет, и все такое. Мы действительно понимаем, что зрителей стало меньше, но я думаю, что не в том плане, потому что они научились включать там Нетфликс и все остальное, а потому что за пять месяцев простоя они заменили свой какой-то вот этот пласт, когда они ходили в кино, на что-то другое. Они в любом случае либо вернутся, либо нет, ну, кто-то вернется, кто-то нет, потому что они свой досуг начали проводить как-то по-другому. Надеюсь, что не в красное и белое ходить, а вот что-то такое более интересное и приятное. Более интеллектуальное. И, соответственно, второй момент, почему как бы не умрет, почему? Потому что все-таки дома посмотреть кино, ну, хорошо, можно любой фильм посмотреть, да, дома без проблем, это все-таки какой-то, ну, культ поход. Ну, да. То есть ты куда-то идешь, берешь девушку там на свидание или там детей, чтобы они там посидели, посмотреть какой мультик, ты посидишь в баре там, отдохнешь, водички попьешь там, еще что-то. Это все-таки процесс. То есть не дома постоянно, а все-таки процесс какого-то выхода. Ну, и, собственно говоря, в любом случае, когда там пандемия закончится, какие-то там букбастеры и новые фильмы, они будут в первую очередь идти все равно в кинотеатрах. Тут это другие деньги, и пока на нас это будет еще жить. В общем, выживите. В кинотеатре надеются. Ребят, я прошу прощения. Мы надеемся. Пять минут у нас остается до конца эфира. Давайте мы хотя бы несколько вопросов зададим. Очень быстро озвучиваем призы. Я даже предлагаю не называть там спектакли. У нас есть театр кукол, у нас есть книги от магазина «Читай город», и книги – это хорошие. У нас есть билеты в филармонию, у нас есть билеты в смену. Вот. Отлично. Дальше уже мы просто по уходу будем со слушателями разбираться, куда хотят. Договорились. Вопросы от гостей. Вопрос, значит, первый у нас. Сколько наград в общей сложности собрал фильм «Китобой» на разных фестивалях? Можно загуглить 211-101. Сколько наград собрал фильм «Китобой» на разных фестивалях? 211-101. Давайте, давайте, быстро-быстро кнопки нажимайте, быстро ищите, быстро звоните, быстро отвечайте на наши вопросы. Можем пока прочитать. О, есть звонок. А, уже звонок есть. Отлично. Сейчас нам его подключат, да. Я должна сказать, что если мы успеем, мы, конечно же, немножечко анонсируем еще, что будет происходить до конца года в Колизее. Да. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Олег. Да, Олег. Ну, предположу, что три. Три. Это неправильно. Еще, еще, еще одна попытка. Вторую попытку дают. Ну, пусть будет четыре. Вот это правда, да. Это правда. Все, ура. Уже четыре награды. Со второй попытки, Олег, вы отвечаете. Куда вы хотите? В кино есть билеты? Да. Есть билеты в смену. И, наверное, скоро у нас и в Колизее будут билеты, да, Дмитрий сказал. Спасибо. В общем, в смену мы вас отправляем, да, Олег? Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста, дальше. Еще один вопрос успеваем задать. Так, и следующий вопрос. Какое расстояние между Чукоткой и Аляской? Ну, то есть, сколько вот это? Ширина Беринговой пролива нам нужна. Сколько, да, вот этому китобою нужно было преодолеть? Километров? Да. Или метров? Я думаю, лучше в километрах. Километрах. Хорошо. Да, ну, можно так приблизительно. Расстояние между Чукоткой и Америкой. Самое маленькое, самое короткое. Самое близкое, да. Ну, то есть, то расстояние, которое герой фильма преодолел, собственно, да. Моя одна знакомая хочет все переплыть с Берингов пролив. Увлеклась плаванием. Вот уже ни один пролив преодолела. И думаю, что в ближайшее время... Это как раз Гринкард, видимо. В ближайшее время. Не, я думаю, что для спортсменов там есть какие-то особые условия, то есть, скорее всего, их там на лодке встречают. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Андрей. Да, Андрей, пожалуйста, ваш вариант. Ну, может быть, 86 километров. Отлично. В самую точку. Поздравляем вас. Да, какой приз вы хотите? А какие книги есть? Есть у нас... Мы озвучим или... Да, очень быстро. Ирина Фуфаева «Как называются женщины». Это книга про феминитивы. 12+. Александр Кабаков «Бульварный роман. Другие московские сказки». 18+. Тор Хэнсон «Жужжащие. Естественная история пчел». 12+. И книга от Информцентра атомной энергии «Мартин Коэн. Взламывая философию». Тоже 12+. Давайте про пчел тогда. Про пчел. Тор Хэнсон. Хорошо. 12+. Вам достается всемирная, а естественная история пчел. Андрей, трубочку не кладите, вашу фамилию запишут. Все, у нас 2 минуты до конца программы. Быстренько анонсируем происходящее в кинотеатре «Колизей» до конца года. Да, ну до конца года я примерно рассказал. Мы скажем про следующую неделю. То есть помимо... Я уже говорил, что так как нет блокбастеров, есть только российское кино, мы в любом случае будем его разбавлять. Разбавлять мы будем на следующей неделе, например, фильмом с Джеки Чаном китайским. Это «Авангард». С кем? С Джеки Чаном? С Джеки Чаном, да. А он еще снимается? О, он еще долго будет сниматься. Серьезно? Да. И второй фильм, это второй по кассовым сборам фильм в Южной Корее после «Паразитов». Это фильм «Экстремальная работа». Предпоказ будет 14 октября в Колизее. Билеты тоже есть в свободной продаже. Ну и в широком прокате с 15 октября. Все, ловим новое кино. Слушайте, Джеки Чан – это какое-то открытие просто для меня. А этот человек, по-моему, он бессмертный, по-моему. Али, сходи. Где-то он нашел молодильные яблоки. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо, друзья. Дмитрий Потемкин, директор по развитию кинотеатра «Колизей». Игорь Ширяев, продюсер и журналист. Говорили мы сегодня про фильм «Китобой», который в «Колизее» со вчерашнего дня показывают. Пожалуйста, приходите. Есть о чем подумать, есть о чем поговорить потом. Спасибо. Программа «Культпоход» на этом заканчивается. Мы с Гулинарой прощаемся. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok